Кто на смене был вчера? Кто парковал? Не имеете права. Девушка, тихонечко, успокойтесь. Вы не были за рулем. Вы не были за рулем. У них этого факта. Она имеет право против себя и своих близких не дать показания. Она сказала, что это моя машина. Но они сказали, что я сюда подъехала. На каком основании вы будете выписывать ей постанову? Я спросил, кто был за рулем. Девушка сказала, что я был за рулем. Когда? Вы не уточнили, когда? Как вы будете писать на нее? Объясните, чем вы будете руководствоваться, когда вы будете вписывать в ход? Она сейчас скажет, я передумал, вы знаете, я вчера была, наверное, уставшая. Почему? Я вижу непротивоправные действия и хочу вмешаться. Я пока тоже не вижу никаких с моей стороны нарушений, если припарковали машину. Вы хотите сейчас убедиться, что это ее автомобиль? Она вам предоставляет документы. Составлять вы на нее сейчас ничего не будете. Запретите мне это сделать. Женщина, как вам выращаться? Елена. За рулем автомобиля кто вчера находился? Супруг мой. Супруг? Да. Вы только что мне сказали, что находились... Она ошиблась. Ошиблась, да. Видите, пожалуйста, кто вчера находился за рулем, когда вас парковали? Вы не знаете. Тогда мы заберем машину. На каком основании вы ее забираете? Есть тиф-паспорт у вас, да? Конечно, есть. Есть тиф-паспорт у моего супруга. У вас есть чек? Это не... Чека нет, мы записаны в журнале. Я прекрасно... А почему вы не хотите посмотреть журнал? Они чек не дают. Это вы, зачастую, какая-то парковка. Это припарковали сюда. Журнал никаким документом не является. Как это? Как они взимают деньги тогда? Вызывайте второй наряд, оформляйте... На каком основании взимаются гроши? О, это надолго. Это я удачно подъехал. Здесь шахрайство. Я вас перебью. Уже девочки взяли деньги. Но если журнал не имеет никакого значения, каким образом здесь паркуют автомобили и взимают деньги? Журнал, пожалуйста, если на документе написаны какие-то цифры, жуклы, это документ? Это всегда документ. Устная договоренность является уже договоренностью. И вы в магазине, когда видите цену, идете с ней на кассу, беря товар, вы уже согласились на это. Эта сделка происходит, вы понимаете? Сидит человек в форме, в булке. Это маф, скажем так. Паркуют автомобиль, и вы сейчас пытаетесь ее забрать. На основании чего вы пытаетесь ее сейчас забрать? Сейчас никто ничего не забирает. Это что приехало? Это что приехало? Принес водитель, владелец автомобиля. Владелец, да. Принес документы. Он утверждает, что он его не парковал. Сейчас мы его никуда не забираем, потому что пришел владелец, сейчас его перепаркует. Тем самым уберет автомобиль и прекратит право нарушения. То есть она сейчас садит за руль автомобиля. Можно на секундочку? Вот смотрите, вчера у меня здесь украли номера с этой машины. Вот там. Только вы купили номера. За четыре? Вы же сказали, торгуйтесь с ним. У меня тоже с тобой просили. Я ставлю на парковку, чтобы у меня не украли никакие номера. Вот меня сюда припарковали. Я не могу вообще понять, что за нарушение. Вы вообще не делаете свою работу. Абсолютно. А вы реально наезжаете. Это нарушение. Вот это нарушение на данный момент. Но ситуация в чем? Вы видите, номера не местные? Да? Номера не местные. Что это значит? Есть человек, который, он здесь главный. Он берет деньги за эту парковку. К нему обратились. Где мне можно оставить автомобиль? Если человек получает условия, он дает денежку. Совершенно верно. Так разберитесь, почему у них нету кассового ордена. На основании чего они взимают деньги? У них должен быть паркомат. У них должно быть видеонаблюдение. У них должна быть синяя разметка. Правильно? Правильно. Так получается, это вообще нелегальная парковка. За что берут деньги? Там висит знак. В парковке. Вышли бы машины ездить. Куда он бежать? Я не знаю. Это бы сказал Богу. Я ничего не знаю. Вот там. Вон там знак висит. Я оттуда ехал. Я ехал. Здесь. Таким образом. А вот вы, я думаю, нужно уточнить у данного человека. Это для начала нужно у хозяина. А где знак стоит? 4-3-4. Она здесь не просто стоит. Вы понимаете, если бы здесь не было машин, и стояла одна машина, я бы вам бы сам помог. Теперь, что машина была припаркована, потому что ее припарковал сюда. Совершенно верно. Все, да. Ну, я считаю, все равно. Совершенно верно. Вот смотрите, ситуация какая была. Изначально, я вам просто в двух словах объясню. Изначально данный инспектор, я пока не выясняю вашей личности, не хочу, чтобы вы представлялись, сразу говорит, мы будем забирать машину. И когда вы услышали, что ситуация набирает пика определенного, вы поняли, что может быть действительно какое-то произошло ЧП, и люди не виноваты в этом. Наша полиция, она же для нас служит, мы же ее, правильно, избирали? То есть вы нас защищаете. В данный момент вы делаете, пока все правильно. Если данный автомобиль сейчас перепаркуется. Да, ну у вас стоит уже протокол составлен, какой-то акт. Ну, акт, я не уйду просто. У вас акт написан. Ничего еще не составлено. Подписи, ничего. То есть все. Я думаю, сейчас с вашего разрешения, с вашего, что это не будет являться нарушением, и вы не оформите вот этот данный переезд с этого места. Я же вам объяснил, женщине объяснил. То есть, получается, мы сейчас с вами разговариваем, а нарушитель... Она сейчас немножко в шоковом состоянии. Она может ошибаться в определенных каких-то моментах. Я занимаюсь вашей работой не первый год. Могу вам четко дать ясно понять, что произошло. Вот. Пока я пытаюсь... А вот она сейчас успокоить, она уже улыбается, она успокоилась. Машина ее здесь. Вот сейчас вы можете ей говорить все, что вы хотите, что она должна сделать, а я просто посмотрю со стороны. Я вам уже сказал еще раз повторюсь. Сейчас, так как вы не парковались, у вас свой автомобиль. Вы его перепарковываете согласно правилам дорожного движения. Ставите. Потом обращаетесь с письменным заявлением о том, что по таком-то, таком-то адресу работает парковка, с вас снимают денег. Чеки к дистанции никакие не дают. Паркуют на проезжей части. То есть, указываете все детали, все пояснения, заявления, все детали, как все происходит. За автомобиль не отвечают. Например, по данной ситуации. Да, мне никто не позвонил. Вас никто не сообщил, мы позвонили. То есть, если бы сейчас ее было, вы вышли бы утром и ее не было? Я бы обалдела. Там кирпичик висит. Теперь мы увидели. Ага. Ну, да. Я бы сказал, что бы вы не увидели. У нас, понимаете, смотрите ситуация в чем. Половина деревьев здесь, на Канатной, на Шученко. Они закрывают знаки и светофоры. Да, я пошла за крючами. Давайте. Ну, это не мои проблемы, я вам могу. Это не, ну вы забирайте тогда машину. А что значит забирайте? Кармани унести. А что значит забирайте машину? Я заплатила деньги за парковку. Что все? Вы заплатили за ночь. Почему за ночь я заплатила? Я заплатила за сутки. За сутки. За сутки. А где у вас вообще устав в вашей парковке? Есть. Так вы понимаете, что там не могут стоять автомобили, где вы их паркуете? Здесь схема. Ну, схема, покажите мне здесь, Морозлеевская. Вы понимаете, что вот здесь это вообще ваши личные деньги, я так понимаю? Вот здесь вот это ваши личные деньги? Здесь, здесь, здесь. У меня есть руководство, начальник. Извините, но я поеду вон. У вас нет сейчас руководства. Ваше руководство на море отдыхает. Ну, так это что я... Где указано, что у вас взимаются деньги с определенного времени до определенного времени? За сутки. Если за сутки, давайте узнаем, во сколько приехала девушка, она оплатила, предоставьте ей паркоместо, пожалуйста. Если вы за это взяли деньги. А где схема? Ну вот, посмотрите, как даже где должны стоять автомобили. Все остальное, это их левачок. Ну, левачок, это значит, я вышел на работу, заработал трошки деньжат. Схема расположения автомобилей. Вот мы находимся, вот вы далеко повели пальцем. Вот мы вот тут находимся. Вот тут стоят автомобили. То есть, и вот здесь даже то, что там сейчас размечено, это тоже не ихний. Это тоже не ихний. Получается, вот... У них начинается от... 11 метров, да, повышается? 11 метров, да, от перекрестка. Ну, правильно, типа по ДД. Да, да, да. 10 метров от перекрестка. До дерева, вот дерево. Ну вот, получается, от дерева. За дерево начинается парковка. Вот дерево. За дерево начинается парковка. Здесь тоже, но здесь, я так понимаю, это дома, наверное. Да, да. Потому что паркоматы стоят. Вот, вот их места дали. Сколько стоит парковка сейчас? 20 гривен и 40 гривен в сутки. Это, я так понимаю, журнал у вас, да? Ваша рабочая бухгалтерия? Ну, это моя рабочая. Так, а где хоть написано? Вот, подойдите сюда. Значит, смотрите. Заканчивается. Вот, это вчерашнее сняли. Так. Вот, видите, Иванова. 06.21. Вот. Вот отметка об оплате. То есть, эти деньги уже никак не пойдут нам в карман. Вы говорите, что мы зарабатываем. Это деньги уже пошел начальника. Куда он ее девает, мы не знаем. Вот. Телефона, вот видите, вот телефон места. Здесь телефона нет. Хорошо. Здесь написано с 12 до 12 ночи. Здесь указано, что этот... Во сколько этот машина, автомобиль этот заехал? Я не знаю. Ну, все, вы можете здесь стоять год. По сути, бесплатно. Установка такая же. Здесь машины должны... Вот вечером, допустим, встал и утром уехал. Понимаете? За вот это вот, за покупку платят 15. Вот такая вот, я же, церковь, вот это. 15 куда платят? Так она говорит, девочка говорит, 20 и 40. Нет, 20. Когда вы 40 платили? 40 платила за сутки вашему сменщику. Это что-то новое. Это не новое. Я говорю, это люди выходят работать. Он не суммы, просто другие называют. Я почему и говорю. Ну, суммы совсем другие. Все, автомобиль ваш на месте? На месте. Проверьте потом только, чтобы царапин в наличии. Такое, чтобы... Кого? Кого знаете? А вот это я вчера. Субтитры сделал DimaTorzok. КОНЕЦ. КОНЕЦ.